Привет, друзья! Вот, пожалуйста, от Яны и Рамона Дозенко подарок мне такой, что вот как у меня на картине. Распечатали, прислали. Спасибо, друзья! И Нелли Зарипова, наш литагент, распечатала из книги моей последней, которую она публиковала в АСТ. Там тетрадка с картинами моими, она оттуда распечатала и повесила у себя в квартире. Ну, обалденно выглядит, друзья! На самом деле, я достиг в этом смысле уровня Пикассо. В этом смысле. Он тоже мечтал, чтобы его картины были везде, даже в полосах покраски мебели и так далее. Ну, я шутник, вы понимаете, поэтому сильно реагировать не надо, потому что нам всем кажется, что мы исключительные. И вам тоже так кажется, правда? И вам тоже так кажется, что все окна домов смотрят только на вас. Ну, конечно. Вот там мне кто-то написал какой-то пост, например, а почему у меня часто голова болит? И ему кажется, что мы все телепаты и думаем только об этом. Почему же у него голова болит? Откуда мы знаем? Я же не телепаты, вы не телепаты. Если бы мы были телепатами, язык человеческий бы не сформировался. Так даже сказал великий Станислав Леем в сумме технологий. Я с ним, кстати говоря, когда был в Польше, по телефону разговаривал из Варшавы, а он был в Кракове. Очень интересный человек. Он создал фильм «Солярис» там и многое прочее другое. Сумма технологий. Но это потрясающий, гениальный человек. Мне посчастливилось встречаться с гениальными людьми. Мне посчастливилось изучать психологию изобретателей, психологию великих писателей. Я дружил с Вайнерами. Его Наташа, Аркадия Вайнера, Дарьялова, она потом у всех на устах по телевидению вела передачи. Единственное, что она сделала такую вот ошибку, она когда с Мальцевой встречалась, или с Малышевой нашей встречалась, ну, телевизионная там, медицина и прочее, это показывало ей, как она вышла из депрессии, когда Квинт, Володя, муж ее бросил, и она осталась с двумя дочерьми, там в Америке они уже были, и она была в плохом состоянии. И она вышла из депрессии с помощью ключа, и она не сказала, что она взяла это в России. И получилось, что нас Америка дураков учит. Ну, так получается, но человек, ему кажется, что все смотрят только на него, и поэтому всем и так понятно. Она думала, была уверена, что она, Алиева-то Хасая все знают, про меня писали все газеты, включая комсомольскую правду, которую внесли в каждый дом в Советском Союзе. Это же вообще, она думала, наверное, что, ну, тогда не надо было говорить о том, что она психолог, и поэтому имеет свой метод. Но это было сказать, что она научилась у меня. Да, чтобы люди не теряли понимание, где что происходит. Конечно, все великие открытия, в том числе и метод ключ, он многократно воспроизводился в природе. Кто-то его открывал до меня, до него открывал еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то. Ну, как говорил Андрей Жит, все давно уже было сказано, но приходится повторять снова и снова. Ну, а для чего существуют авторы? Это ответственность. Потому что человек знает, кому обратиться, кого критиковать, кому задать вопрос, с кем сотрудничать, а кого ругать. Ну, то есть, по существу общество так устроено. И вот я вам хочу сказать. Сейчас мысль, сказанная, я повторяю все за священными писаниями, мысль, сказанная, ложь. Почему это? Потому что мысль требует контекста, а истина в контексте. Потому что дьявол прячется в деталях. Поэтому, если вам кажется, что вы исключительность, и все вас видят и так, и всем понятно все, что вы говорите, непонятно, друзья. Пока вы ясно не мыслите, вы ясно не излагаете. Чтобы ответить на вопрос, почему у меня голова болит, мне нужно понимать контекст, сколько человеку лет, давно ли болит, какие векарства пьет или не пьет. Может, у него всего... Вчера заболела голова, а сегодня он меня спрашивает. А может, никогда раньше не болел, и я бы его спросил. А что у тебя случилось? Может быть, стресс произошел? Потому что мне вот с большой благодарностью говорю, один из участников нашей школы Человек-будущего Хомофутура вдруг написал письмо, которое я сейчас прочитал, что смотивировало меня вот к этому выступлению. Он написал, что я всю жизнь занимался здоровым образом жизни. Я там занимался физкультурой, я делал пробежки и никогда не болел. Никогда. И вот только недавно, только недавно, я, говорит, стрессанул как-то так сильно некоторое время, и у меня упал, видимо, иммунитет, и я заболел ковидом. Он, я, говорит, температурил жутко, я, говорит, понял, что здоровый образ жизни – это не физкультура. Правильно он мне написал? Это стрессустойчивость, потому что, когда человек теряет психологическую устойчивость, она связана с иммунитетом, когда у него садится резко иммунитет, он может заболеть чем угодно, и особенно мыслями, которые он себе накрутит. Услышать там про ковид, услышать там еще про что-то, вот что сейчас пришла какая-то другая страшная болезнь. И он, как студент третьего курса, начитавшийся учебники терапии про все болезни, переболевает всеми болезнями, потому что, ну, естественно, человек, когда в неопределенность попадает, например, коленка заболела, палец заболел или еще что-то, у него резко растет внушаемость. И что себе накрутит, у него и происходит. Друзья, вот как эти колеса на велосипеде, видите? Накручивает человек себе, накручивает человек себе. Я поэтому сейчас вебинары буду производить для тех, кто хочет развить изобретательское мышление. Слушайте меня внимательно. Дело в том, что есть единственное состояние, когда вы свободны. Когда вы мыслите, и у вас нет долгов, нет завистников, нет противников, нет конкурентов, вы свободны. Это нулевое состояние. Это состояние, в котором нет страха, поэтому нет зависимости. У вас нет страха, нет шаблонов мышления, поэтому нет зависимости. У вас нет подражания авторитетом, нет кумиров, поэтому вы независимы. Вы представьте себе, голова у вас пустая. И вы представьте себе, что это называется у Теслы абсолют. У меня называется нулевое состояние, потому что оно между другими состояниями, между стрессом, там это стресс же, это транс. Между сном и сновидением, и между обычным состоянием больше, по новой модели работы мозга. Ну, читайте там у меня в сайтах Хасайру и в сайте Стрессу, читайте там, вы увидите. Так вот, я сейчас заканчиваю, потому что вебинар, который мы будем производить для развития изобретательского мышления, помогает человеку выйти в первую очередь на состояние нуля. Иначе ему надо над вопросом, который у него стоит, образно говоря, колом в голове, который он вынужден решать с полной мобилизацией, думать о нём и думать о нём, и думать, преодолевая все препятствия и так далее, и так далее. А если он научится выходить на ноль, там препятствий никаких нет. И там в разы быстрее можно решить волнующий вопрос, который стоит колом. Короче говоря, деталь я там всё расскажу и покажу, и мы всё там этому научимся. Решать волнующий вопрос в условиях неопределённости, в условиях жёстких временных ограничений. И вы будете здоровы, потому что эмоциональное состояние связано с иммунитетом, с иммунитетом связано с ресурсов, с этим стрессом связано, болеете вы или здоровы, с этим же стрессом связано, как вы решаете волнующие проблемы. Всё с этим связано. И поэтому, повторюсь, сказанное слово есть ложь. Поэтому надо мыслить ясно, чтобы говорить понятно. Потому что мы не телепаты. А кто верит в эту ахинею, кто надеется на то, что мы телепаты, и что все окна домов смотрят только на нас, такую судьбу и имеет. Какую имеет. Да. Поэтому, разобравшись со своей головой, разобравшись со своей головой, ты разбираешься со своей судьбой. До встречи, друзья. Спасибо.